Здесь, в основном, работают почти многие там уже и на уровне. Все гадают, вот, суть, смысл. Или вот такого похавщина, там, 17 лет. Средство Кирилла Котов. Сделано все так, что вы ходите по залам, и вы увидите, что это не случайно работает. Всем привет! Сегодня мы с вами посетим знаменательное событие, а именно открытие предаукционной выставки «Владей». «Владей» — это первый в России аукцион современного искусства. Он был основан в 2013 году галеристом и коллекционером Владимиром Овчаренко. Ежегодно «Владей» проводит 5 торгов. Это кураторские торги, для которых произведение искусства формирует приглашенный куратор. Аукцион «Все по 100», который проходит 2 раза в год. И отличительной чертой этого аукциона является стартовая цена на все произведения искусства, которые составляют 100 евро. И вечерние торги — это весенние и осенние. Осенние как раз состоятся через неделю, а точнее 26 ноября 2019 года. В потрясающе красивом месте в фонде культуры Екатерина, который находится на Кузнецком мосту. Перед аукционом всегда устраивается выставка, куда каждый может прийти, ознакомиться с произведениями искусства, с настоящими шедеврами, которые через несколько дней разлетятся по частным коллекциям. Так что не упустите возможность побывать в потрясающем месте. Вход совершенно бесплатный, имейте в виду. Через неделю в этом зале состоится аукцион, в котором вы можете поучаствовать и зарегистрироваться на сайте влазей. Здесь в основном работают почти многие от музейного уровня. Это очень хорошо. Второй вопрос, очень важный. Когда я пришел и посмотрел на как показаны вещи, даже в этом зале, вы знаете, это почти музейная экспозиция. Вот Братков, с которыми мы сейчас общались, вы знаете, это сделано все так, что вы ходите по залам, и вы увидите, что это не случайно работает. Они собраны вместе, они все работают, они работают очень сильно, и это вызывает больше желания у коллекционеров, который будет купить, посмотреть, как это все вместе работает. Мне очень нравится, что я себя вижу, очень нравится. Ну и третий фактор, вы знаете, Владимир делает каждый год в своих ценно-разных местах. Мне кажется, фонд Екатерина очень такое достойное, очень приятное и очень красивое место. Вот, и я думаю, что это хорошо очень и для фонда Екатерины, потому что открывает себе пространство для зрителей, для коллекционеров. И Владимир и Владимир Чиренко, значит, он делает прекрасную работу. Я очень-очень рад за него, за то, что они сделали такую прекрасную экспозицию. Надеюсь, что все будет хорошо. Я сам готов, мы будем там участвовать. У меня несколько работ. Да. Ну, смотрите, есть что интересно? Интересно то, что я вот даже, когда смотрел каталог, когда видел интернет. Какие-то работы, ну, я знаю художников всех абсолютно, да, но они не продают впечатления. Но я пришел сюда, вот в этот зал, да, конкретно. Вот можете посмотреть, вот эту работу с Сигуры. Вы знаете, я знаю Сигура хорошо. Я знаю, я скульптора на низких уровнях, но когда я имею эту работу вот здесь, вживую, она произвела меня очень сильные впечатления. Я думаю, что я тоже не представляю себя простым. Ну и там еще есть несколько вещей, которые мне очень нравятся. Но это возможно только если приходите, понимаете. Потому что иногда, когда я смотрю с полиграфии или в интернете, вы смотрите, но вы не понимаете объем. Особенно касается скульптур. Картин, вы уже понимаете размер, а вот скульптура нет, а вот она просто для меня была откровением, когда все пришло, мне очень понравилось. Так что видите, как полезно устраивает такие мероприятия, когда приходят люди видеть вживую те работы, которые собираются купить. Стало очень хорошо продаваться в 90-х. И он стал таким брендом, он стал брендом русским, вот Малевич. Ну а сигареты Мальбера, они, как известно, в России всегда в советское время были таким показателем западного. То есть шик и лоск. Он соединяет вот это Малевич и Мальбера, показывает, что вот Малевич новый продукт, новый товар потребления. Так что эта шутка уместна, да. Малевич стал настолько бедным. Ну, здесь вот тоже его как-то собрата на соков, он тоже иммигрировал. Этот стиль называется соцакция. Он тоже совмещал западную символику и советскую. Но у него это всегда в таком улыбочном стиле, как будто некий народный умелец. Ах-ха-ха, дай-ка я сейчас не издеваюсь над Сталином и сделаю. Монро символизирует, естественно, капитализм, Америку. И она вроде как с ним, но вроде как и не с ним, и вроде как бы обнимает, но смотрит на нас. Или вот такое тахарщина, там, по 17+. Это Россия, медведь. Ну, почему человек Китай? Потому что каждый четвертый человек на планете Земля для китайцев. Вот, ну и понятное дело, что они делают с Америкой. Это как бы такое сейчас политическое, на 2015 год, политическая ситуация, на взгляд, художникам. Ненародная игрушка, она изобретена вообще была в 19 веке. Но главное, как бы, в кавычки, да, что это русское. И вот это вот мы, новое триумфральное мы после этой истории. В 90-х, когда случилась перестройка, в 90-х казалось, что вообще, возможно, все. Это цитата, так говорят, все. Возможно, было все. То есть, ощущение нового времени. Казалось, что будет что-то, что-то придет, что-то изменится. И появлялись очень разные группировки. Ну, например, я вам говорила про ту работу зеленой Лейдермана, которая очень замороченная, да. И вот были вот эти художники. Ну и противовески, появились художники Бутези. Они называли себя чемпионы мира. И они были неумными. Они предпочитали, ну, неумными, в кавычках, да, как бы, позиционировались, а так. Они собирались, сделали разминку с гантелью. Потом они раздавали другому приказы. Вот ты сегодня пишешь картину такими-то цветами, столько-то грамм краски. И там должно быть изображено то. Он висует. Значит, что-то. Потом они все собираются обсуждать уничтожения. Вот что-то осталось уничтожено. Вот такие свидетельства. Ну, то есть, как смысла никакого нет сразу. Искусство ради искусства. Здесь можно посмотреть текст. Очень гармоничный, отличный сделок. Исторический актив. Здесь есть вот четыре работы Константина Звездочокова. Он изобрел свой стиль. Опять же, будто вот он ностальгирует по Советскому Союзу. Вот как будто он так серьезно к этому относится, к человеку думает. Ну, естественно, это все было таком стюре. Он работал театральным декоратором, да? Так, поэтому у него какие-то такие, всегда, немножко карикатурные вещи. Кровавые глепки, вообще. Это вот подражание вот этим концептуалистам московским. То есть, вот она, Советский Матвод, она подлинная расшифровка. Вот все гадают, вот суть и смысл. А скрыт. Чувак просто. Завтра в новостях. Первая полоса. Там была такая карикатурская школа фотографий, там, в 70-е годы. И они делали остросоциальную фотографию. Когда это было запрещено еще в Советском Союзе. И потом вот вокруг он делает такие социальные фотографии, уже современные, русские, уже там есть мэ Москва. При этом с нами работа небезызвестного Кирилла Кто, который мне крайне близок. Мало того, что у нас какие-то совместные с ним есть проекты, и, ну, мимо него просто невозможно пройти. У сети абсолютно уникальные. И на всех выставках, на которых я присутствую, вижу иностранцев, в первую очередь, они, конечно, обращают на его работу внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»